Слава Богу, что ты пришла. Да мой ты золотой, да мне разница. Я не хочу для тебя думать. Да потому что уже... Заходите, заходите. Без службы, без молитвы, я уже не могу. Вот сюда, садитесь рядышком. О мой Господи, типа стрипая совсем не вижу. Я говорю, рядышком. Так, заходите вот сюда. Так, где Володя? Вот они. Я немножко кое-что расспрашивать буду. Может не расслышу, но все равно. Так хорошо, ты почти от не помнишь. Потому что через ночь у вас еще улетит полка из головы. Вот вчера, когда вы поехали, потеряю, вот вы тройка. Ну, здесь тысяча, наверное, сюда, в этой неделе было бы. Когда вы почувствовали, что что-то не так, не движется у нас? В какой момент? Ну, вы за рулем, поэтому с вами разобрали доступ. А остальные, это... Кто-нибудь переводите ей-то. Ну, глядьте, она крутой. Почему никто еще не машет ей? Это очень сложно перевести ей сейчас. Не ладит. Надежда Васильевна не знает, хоть бумажку ей все равно пишет, а она как-то обращает внимание. Тут все сидят, руки опустили. Она глухонимая, ей надо слышать. Садись. Взяли бумагу большую. Она не поймет, вы не сможете объяснить. В какой момент почувствовали, что что-то у вас не ладится? Когда же насели? Дорога была сухая. Так. Ровная. То есть мы ехали по полю, по траве. Ничего, как говорится, не предвещало. Мы ехали спокойно, сильно не разгонялись. Может быть, там нужно было прибавить скорость и как бы проскочить эти кочки. И в траве как бы такая ложбинка была. И получается, что мы ехали-ехали, и как вот в нее попали, и все. А там уже все равно земля сыроватая была, и колесо. Так, по частям будем. Так вы еще не по дороге ехали? По дороге? Нет, мы ехали рядом с дорогой. Там бы, видимо, когда-то проходили тяжелые машины, остались кольи. Они заросли травой. Вот почему мы и влетели. У меня даже в мыслях не было, куда вас зависло-то. И зачем же это? На дороге совсем нельзя? Да. Надо было остановиться, позвонить, и вернулись. Да кто же так делать мимо дороги? А там вообще ничего. Нет, мы ехали-то, там сухая трава, нормально, хорошая дорога. Мы же по этой причине. Ну, в общем-то, сели. Результат-то показал, что не надо было этого делать. Надо впереди идти кому-то и... Ну. Я по этой дороге, последний раз, когда ездила, я именно по ней ехала. Поэтому ничего даже и не предвещала. То есть она наезженная, там прям колесами наезженная дорога. Я езжу с шоферами, ну, машина-то не такая, грузовая. И вот другой прям на месте на одном месте стоит. А другой, я говорю, а сколько лет мы шофером? Это 30 лет. 30 лет шофер, это вообще... Так он вот настолько он ведет, для меня непонятно было. Казалось, вот сюда, например, он в эту сторону. Гружу там, я макак ищу все эти. А он там видит, какая трава больше. Это непростая штука. И он туда проехал, не застрял. А машины не идут, стоят. Он один пролетел, как на крыльях. И обратно. Я даже не думал, что он сможет проехать. Практика, опыт. А тут сразу начали говорить, а женщина за рулем. Женщина за рулем, ас бывает. Вы не на дороге были, я по сей момент даже не знал. Ну и когда уже поняли, что не движется, что какие у вас... Мне мысли ваши не нужны, а не то, что сидели, я это все уже знаю. Какие у вас мысли были? Вот сели, не вздать, не вперед. Что нужно было делать дальше? Обошли машину. То есть, в принципе, дорога-то ровная. Единственное одно колесо упало как бы в ямку. Нам... Нет, это мы нарыли потом уже. Упало в ямку. Я говорю, давай коврик подстерем под колесо. Потому что она в ямку упала, начало крутиться и начало грязь смесить. Одно колесо. Коврик резиновый? Ну, резиновый, да, коврики, которые под ногами. В принципе, когда колесо на коврик встало, оно немножко назад. То есть, оно проехало. И мы несколько раз из ямок-то вылазили. Я сзади смотрю, что дорога ровная. То есть, мы... Я назад сдаю, дорога ровная. Но мы почему-то опять как-то проваливались. Меня интересует ваше внутреннее состояние. Что сидели вы... Вы не могли вывести. Конечно, результат... Сели намертво. Так, давай. Ну, во-первых, сама Лена предложила помолиться. Мы помолились. Да. И после молитвы... Вот лично я почувствовал, что молитва не доходит. То есть, такое ощущение, что нас отрезало. То есть, как бы сидите тут. Такое вот ощущение было. И я смотрю на машину, вот даже там она где-то перед ком села, я ее отрыл. Ничто нигде не препятствует, чтобы ей выехать. А машина стоит, колеса крутятся передние. Такое ощущение, что кто-то преграду поставил, и она не движется у нас. У вас такого ощущения не было? Да, да. Да, и все. То есть, мы пять, по-моему, раз, да, мы выезжали, и обратно нас вот как вот прямо глубже-глубже куда-то... Видите как? Я задерживал вас, ждал. Всегда заезжает в это время. 12 часов, час, второй час. Игоря нет. Я его жду, узнать, дорога какая-то. Его мы не дождались. Поэтому решили. Раз он проехал, начните ехать вам. Если что-то случится, он едет сзади. Опять ведь все идет не так. Он закупает все для свадьбы, или что, и он здесь уже темняется, он все в Барнауле все еще. Этого не бывало, я даже не слыхал такого. То есть, мы не знаем, что там есть. Есть он так, как думали. А думали, что подпирать будет он, а его нет. И вы, пока плотно не сели, мне не сообщали. Там еще один, два таких, как говорится, минус. Во-первых, мы не спросили, по какой дороге ехать. А оказалось, что он не по этой дороге поехал, а вообще другая дорога у него. Именно какая другая? Сейчас в Кочину? Я не знаю, какая. Он сказал, что там, мы сейчас по этой дороге не ездим. Вот и все. По этой не ездим. Или там, где раньше ездили, которая колориста полосы идет. Ну, может быть, я не знаю точно. Вот когда-то там, где Рытвин, он кирпич перевозил Игорь. Но дело-то в том, что и с ним-то связи-то не установили. Сказали так, сразу только, не с места, а сразу Игорь и мне. Явно, вы позвонили не сразу. Время-то уже темное. Я уже думаю, они там все сделали, поужинали, ложатся спать, а они тут сидят. Только сразу съехали. А это 16 километров. Ну, я тут и начал долбить МЧС. Они тянут Мамонтовский район на деревню. Я до деревни не доехали. Они на территории Ребрихинской. То, что они там сдумали, теперь по-новому начинают. Допрашивают, какая машина? Белая. Марка какая? Какая? Ну, хорошая, красивая машина. Иномарка, не иномарка? Не знаю. Но машина, я говорю, хорошая. Видно, что не копейка, как называют. Вот. Я все эти адреса пишу, телефон там. А где говорят, с телефона звоните, а там, видимо, кто звонит, тот они набирают номер какой. То надо платить деньги за телефон. Они отвечают телефону, ну, робот отвечает, у вас нет права звонить по этому телефону. Я телефону получаю, а звонить по ним нельзя. Я теперь начинаю крутить и вертеть. И у меня тоже в мысах-то по этой стезе пошли. Они говорят, пожарную машину может послать. Я указываю, у нас там девочка. Она с детем едет-то. Ну и что дальше-то? Напротив, под Степной. Сказать под Степной, что Крупул, я так и устрепенулся. Да Женя же там живет. Я теперь сразу Жене не отвечаю. Я вышел на жену его. У нас очень хорошее отношение. Наташа. Она мигом начала, сейчас Женю найдут, а другой сейчас машину там вызываем, или тракторы. Что-то... Ну, так не оставят они. Это уже все. Игорь, если я уже знал, что сидите, он тоже меры примет. Но, как в интернете, говорят, пошло что-то не так. Я теперь только одно. Вытянуть их на трассу немедленно домой. Вперед ни шагу. Даже если бы вытащили вы, и он приехал на трактор, ехать не надо. А почему? А поступило оттуда, через Игоря, что они, старобрядцы, не Евт, это староверка, старобрядка, что они не хотят, чтобы снимали мы. Они уже диктуют. В нашем храме, наш жених, и они, ну, это старобрядцы, с них ничего нельзя. То есть они могут что угодно сделать в это время. И Игорь говорит, я не желаю, чтобы там был скандал. То есть он заранее знает, они пойдут на скандалы, вплоть до драки, до чего угодно. То есть они неуправляемые. Ну, видели фильм «Раскол»? Он сидит уже, ждет, как разстрела, а детям наказывает. Царь умер, на могилу налейте ему дегты там смолы. Это оттуда пишет. И вот царя просит милости, говорит, дай мне власть тут, я их всех перепластаю. Просит милости, не сидит сам, приговорен уже к смерти. Это главный руководитель протопопа Аваком Петров. Другого нету. А это, у них он канонизирован. И теперь они, я не против. Но дело в том, что вы в чужой дом пришли, и они уже здесь. Это дальше будет отражаться. А что, они могут невесту дернуть, и все, я не благословляю. А она верующая. Какая, никакая она, я не знаю ее. А она дочь моего родного племянника. То есть, моя родная сестра, ей бабушка. Поэтому тут, а как они оденут, как, что будет. Я-то хотел сказать, мы едем туда на благовестие. Я сразу, 16 глава, Деяния апостолов. Апостол Павел едет, у него маршрутка написана, куда, Васю. Так, знаете, ребята, едем в Васю. Идем. Сунулись. Препятствия. И Дух Святой, говорит, не допустил. Ни враги, ни дорога, Дух Святой. А как они узнали? Никто нигде не знает. Как? Или враги, или известие пришли, что там КГБ засело. Или, может, с той стороны Гитлер наступает. Ничего неизвестно. Но раз ходу нет, Дух Святой. А почему? Дух Святой нас избрал. Мы, даже не слышать его голос. Он, Павел, а мы вызовем сейчас, нас подцеплят, и потащат туда. Не потащат. Они опять стали молиться. Ну, там, Випенека где-то. Хорошо. Едем завтра туда. Путь показывает на карте. Нормально. Тут мы пойдем. Дорога хорошая. Господь не благословляет. Они опять остановились. Дух Святой не допускает. Они враги. Не то, что там старообрядцам я не нужен, они молятся. Это никакого значения не имеет. Высшая инстанция запретила. И Павел начал молиться. Что дальше получается? И в это время не во сне, сон и видение это разные вещи. Видение как? Я стоял, и вдруг я вижу, заходит, это ангел, как маной. Это не видение, а реальность. Но написано видение. И явился человек некий, они узнали, что это македонянин, то есть югославик по сегодняшнему. Что он? Чернявый, горбоносый, пущеглазый, как говорится. Ну, что-то у него... В одежде может что-то? Да, может, в одежде как-то. И он говорит, приди к нам. Приди. Мы нуждаемся. Македония, а теперь у баптистов есть такое стихотворение. Всюду слышен македонский крик. Дайте свет, дайте свет. Македонский, во-первых, Александр Македонский, это всемирный завоеватель. И Македония страна, и как раз тут совпадает. Стихотворение очень сильно составлено. И вот теперь македонский крик. Вернуться. А может быть, он туда шел, сюда, а теперь сюда. А где он был? Дошел до Троады. Я стал думать, Троада, ну, это русский язык. Это Триада, это Троица. Верующий во имя Троицы зашел в селение, называют Троиадой. Я никогда не думал. Я сразу на молитву, и опять на молитву. И у меня, как картина, вся разворачивается. Я, может, лишнее набираю, но вы сидите там, я думаю, куда звонить, что. А мысли так и идут. Из Троады путь пошел туда. Дальше опять пересадки, вот они идут, это дальний путь. Все пойдет на место. Так что, мы там не нужны. Они заранее настроены против. А там, ну, если бабка, а там просто люто против меня идут, подкапываются под меня. И Игорь говорит, то есть они расстроятся, свадьбу, даже ничего не строят. Заодно начали расстроят, и даже не моргнут. Она будет там плакать, нет, это я говорю, зная их. Они ни перед чем не остановятся. Даже он скажет, я согласен быть старообрядцем, жених, сложить пальцы, они тем более пальцем и глаза вытнут. Своими же. Они очень в этом вопросе неуступчивые, ну и на компромиссы никакие не идут. И поэтому они даже все одинаково, они все время вот таком раздоре таком и идут. Даже от которой без поповства они разбились больше, чем 50 разных течений толков. Он заходит, икона, он думает, как придраться ко мне, а крест не видать, а там голод нарисован, но Дух Святой нельзя, Дух Святой не изображается, все, даже молиться не будет разворачиваться. У меня видел книгу, давай на обмен. Я посмотрел, такая каноник, ну давай, он мне книгу взял и сразу исчез, и все, пропала книга. Ложь у них это спасение. Написано, конь ненадежен для спасения. Конь. Конь и конь, а конь ложь во спасение. Дальше написано, ложь во спасение. По церковно-славянски. По церковно-славянски. Они понимают, ложь, но я на лжи еду, теперь обманул, сделал, он во спасение. Он подтверждение находит в псалмах. Смотри, они сейчас здесь приехали, Игорь знает, жених такой, что твердый, так вверх, этого не скажешь. Ну добрый, работяга, университет закончил, но все время бороду подбреет и дальше это идет. Дрессаробрясом, если настоящая борода, это главное покажет. Может быть, он дал обещание, не знаю. Но главное то, что он сейчас в данный момент ничего не может сделать. То есть, они не хотели отдавать, это уже я абсолютно точно знаю. А она, видимо, настояла и не где-то в церкви, а у нас, а мы все старобрядцы тут. Ничего не меняется, мы боремся двуперечно. И вот здесь сейчас у них, они вот так вот сидели, говорится, как говорится, шерстной загривкой дыбом. Они ждали, что будет. И вдруг и повернули назад. А Игорь-то вас выводит, было бы дальше, дорога идет хорошая, даже нужды нету. Хорошо, что вернулись. И поэтому, только благодарите Бога. Я говорю, отвечая за свои слова, я их очень хорошо знаю. Настолько хорошо знаю, что даже дня у них не осталось. Там у меня венчание было, все. Вот то, что я занимаюсь благовестием, вот она намерно запретят. Сразу. И так же, отлучат, и все, ты не причастишься. Главное, играет причастием. Второе, лагеря бы не было, даже разговаривать не надо. Миссионерской поездки не было, книг не было, деревьев, ничего бы не было. Ничего нет. Ты сядь, руки вот так, вот и капуста в бороде, больше ничего не надо. Сиди и помалкивай. Дали две ноздрюльки тебе, сиди и сопи. Вот я их очень хорошо знаю. Когда я там ходил с баптистом, в Новосибирске, они на меня такие кляузы писали, а у них не патриархия, а архиепископия, а сейчас метрополия. Ну, всякая ложь. Я увел всю молодежь. Баптистом. Я увел, это главное обвинение. Ну, молодежь какая, три девушки, больше никого не было. Одну я забрал, осталось две. всю молодежь. Понимаешь? Дальше так. А Андрей Долбок, это не старобрястый, он в близких отношениях. Я пошел опять к баптистам, там, встречаемся, свидетельствую, доказываю. И он пришел, а там большой у них, эти отделенные советы церквей, народу много, комната не такая большая, и он сидел сзади и слушал, вернулся и говорит, что вы делаете? Он же ходит, доказывает им. И люди к нему расположены. Не надо тебе туда же, сейчас тебя отлучат. Александр Иванович, нашего Устинова, сказал им, что делать это? И ты туда же. Напишем, отлучат, ну не знаете даже как, вот в Томске старики собрались, без выпивки у них не обходится. Брашка своя выпивает, и говорят, журнал-то приходили, приходили, журнал хороший, ну хороший там, молитвы по-славянски, все надо. И кое-что, по-русски маленько-то. А их стариков-то набралось 15, а календарь только у двоих. Они говорят, давайте сейчас мы напишем, по архипископию, ваше высокопреосвященство, нельзя ли побольше издавать и нам прислать? Подпишемся, подписались, больше еще не было. Они послали туда, там получили, это нас учат, всех отучить от церкви. Одним махом всех 15 отучили. Я не слышал нигде, это ни у фашистов, ни у коммунистов, ни у кого нет, чтобы людьми вот так разбрасываться. Отучили, ну старый человек-то, ну болеет, ну я умру, а без причастия, уже научили, без причастия не спасешься. Такого тоже нету. Он отнял, это на него падает, незаконно отучение-то. 19 глава 12 сектора законе говорит об этом. Ему сделайте то же самое. Что делать? Я у них был. Ну что сказать? Простите, Христа ради, не думали, что старики-то больные, умирать, ах, не пришли. Неразумные. скажите, что угодно, они ползком до Москвы доползли бы, только снимите. Так а что, вам разве не сказали, что мы уже сняли? То есть послали тут где-то, заглушили, то что уже мы, говорит, сняли, а вы все сидите. У меня получилось так же, я поехал в Москву, а там на меня уже столько кляву было, и приезжал Морозов, фамилия отец Павел, притом хороший священник. И вот момент какой, я приезжаю в Новосибирь, за мной приехал кто-то, а я в Искитиме жил. Отец Павел приехал, мне же сильно влюблено в него. А он ездит с дочерью Машей и учит, чтобы замуж не выходили, не женились. Хорошо учит, ну, я пришел, отец Трофим стоит, новосибирский, ну и Павел Морозов. Я к нему сразу, это-то протоиерея, это-то иерей, я к нему, Бог, многие, благословите, отче, а я вас не знаю. Так отец Трофим, вот он, ну вот спрашивай, я к отцу Трофима, он добрый такой, бывший бухгалтер, отец Трофим, благословите, благословися, но он старше, я тебя не могу благословить, понимаешь? Это только благословить, рукой махнуть, но у него уже содрелось здесь, и если я теперь благословлюсь, и буду говорить, ну тогда я стал говорить, а молодежь-то, слушай, там молодежь была, потом они ко мне сразу же подошли, напишите на бумаге, не было микрофонов-то, это, магнитофонов-то, напишите, что, как спастись-то, они не знают, я теперь должен был, во что я верю, дать им, то есть это тоже хорошо, ну я уехал, а тот отец Павел, написал бумагу, и меня сразу отучили, все, и Надежда Васильевна попутна, а там вообще ни при чем, ну раз вместе, а если бы было три-пять сыновей, всех сразу, выметает все гнездо, проходит какое-то время, отец Павел, этот Морозов, а он был духовником, у архиепископии, ну как патриарх у него исповедовался, и он знал, что они у власти на крючке, и докладывают, доносят друг на друга в КГБ, сексотничают, и он это сказал, это же грех, то другое, да ты нас учишь, они его запретили в служение, он говорит, на каком основании, снять сан, он говорит, да за что, я же все, все, сняли сан, ты мирянин, и теперь умрешь, отпевать не что, мне отпевали, то есть, эта свирепость, невыносимая, это я говорю, то, что мне патриархи, у них там сказали потом, ну я поехал, с Надежды Васильевны, зашли, а я их там ничего не знал, что вот это, с отцом Павлом, а он уже никто, но главный донос сделал он, и теперь мы написали бумагу, нам вышли и сказали, от вас от учения все снимается, ничего у вас за вами не числится, теперь можем сказать, что это на вас, это отец Павел Морозов, и вот так сидит у меня там у них, отец Ян, кажется, был, обнял меня, какие вы молодцы, вы никуда не ушли, дождались, и все надо, я выхожу, я тоже не прав, у меня много друзей, я пишу письмо, и в письмо перепутал, то, который отправлял баптистам, отправил в Сарабрёц, и там ничего нету, поздравление с Пасхой, и написал, поздравляю вас с Пасхой, то другое, ну, видно по стилю, что это не православно-то, и у них главное было, сейчас в интернете говорят, с Лапкиным нас никто не может сражать, тут был Евгений Бабков, он, кажется, на архитектора, закончил университет, вот, отец его Алексей там работал, у них варши цептистки, он бы мог, мы выходим радостно, нас все сняли, а Евгений этот идет, а вы что здесь делаете, нас сняли, как сняли, стойте в прихожую, никуда не ходите, мы стоим, он пошел, развернуть обратно, уже все на высшем уровне, все снято, нет, нету, нету, нету ничего, мы стоим, что же, нам ехать надо, и, наконец, выходят, ладно, идите, и вот этот друг, Андрей Долгов, туда, когда ездил, у него, всю ночь напролет, говорит, ходим сюда, не встречайся с Игнатием, он говорит, да как же не встречайся, я через него только полюбил Библию, вот этого тебе делать не надо было, что бы он ни сказал, все против меня идет, но они не могли, я говорю, чтобы знали, куда шло, как идет, они ни перед чем не останавливаются, единственное, что может их остановить, может быть только смерть, вот моя теща, Надя, она мама, она из старобряда, я пришел, сейчас не знаю, то ли она умерла, или что-то, но я стал, стою, а уже служба кончилась, что-то там канун считается, в это время, зашукались, и одна в платье, таком длинном, черном, подошла, вы не Игнатий Лапкин, то есть это уже третье поколение, меня знать не знают, но по запаху, я вам вообще показал, нельзя разгарить в храме-то, она туда пошла, к священнику, ну тут какого-то спросил, дай Игнатий, и батюшка сказал, что вы вышли из храма, я показал, не надо, у меня тут теща, кажется, гроб ее там стоит, никак, все останавливается, чтобы меня только вышло, то есть прощения нету, если прощения, ты должен все время только лежать, распластаться, как, ну, когда пасынок, Женя, раньше было такое правило, если она выходит, а у нее ребенок большой есть, и новый отец, который, он не умер, вот сын должен лечь, он должен наступить ему на шею в храме, такой порядок, да, и вот они это надо мной куроресили, и поэтому ненависть неописуемая, лишняя ко мне, хотя я не встречался с ними, ни с одним, и вот они, представь, сейчас приезжают, здесь, и уже поставили условия, а батюшке я позвонил, и говорю, а батюшка что, батюшке, помещать надо, и батюшка-то прав, из-за чего, ну, не поеду, я гляжу, все сходится за тем, чтобы не ехать, так, Алектина, тебе сейчас, набери телефон, дочка Люда там, узнай, у нее, целый ли нет, она записывает, аппарат вот такой, чтобы она записала, венчание, все, и потом сюда переслала, и обед, как торопеза будет, попроси ее, очень сильно, она же поет, она как будет, как, у нее нет аппарата, да ничего не значит, поет, она рядом, кто же стоит, а там не поет, было, не поет, это раз, рядом стоит, это когда обещают, поет, без нее попают, там не с кому петь, батюшка запретит, вот она сняла, тогда, когда Романа, разбирали, как бы не она, у нас бы нечем было, говорится, крыть, а теперь видно, кто он такой, еще он там делал, а она сделала, ты возьми, я тебя очень прошу, позвони сегодня, раз-другой, и завтра утром напомню, пожалуйста, запиши, полностью венчание, и трапеза будет, и на неделю, мне перешли, вот родители, перепишут, и все, пересылают только с Игорем, завернет, потому что, не видно было, что там такое, ты поняла, что-то, гляжу, ты не согласна с чем-то, жалко дочку-то, тебе попросить, не ехать, не надо, не драться, ничего, попросить, искренне, скажет, зачем, тебе не надо, сейчас даже рассуждать, не надо, я прошу, законно, и все, мне нельзя это делать, я прошу тебя, позвони ей, сразу, сегодня раз, и завтра, хотя бы, раза два, и она перешлет, она уже один раз записывала, я знаю, отношения с твоей дочерью у нас очень хорошие, ни сантиметров против нету, никогда и нигде у нас с ней не было еще против, она у меня в молитвах каждый день, такой радости, как венчание, я произношу ее святое имя, так, теперь, когда вы поняли, что ехать не надо, момент, самый, в какой момент вы поняли, вот, вы сели намертво, сколько прошло времени, когда вы поняли, что это все, впереди, минимум, ангел стоит с мещом, в какой момент поняла это? ну, в последний, когда уже, вот как Володя говорит, ничего не препятствовало, мы не ехали, просто не ехали, да, я все посмотрел, еще, если бы нас вытащили раньше, ну, может быть, еще и, как бы, попытались, да, проехать, у тебя как? до дуноча, это все, мы просидели, не огорчено все, что не поехали-то? нет, ну, вы дома, сегодня дома, вам говорят, дождь будет, воскресенье, там еще больше размосят, вы дома, ты, Володя, не огорчен? нет, мы хорошо Библию почитали, я слышал, разобрали первую корейфином, седьмую главу, ну, Володя, я скажу, как ты приехал, я уже сплю, конечно, а время какое, уже первый час, второй, да? второй, я до вас дозвонился, где-то около часа уже было, около дома стоит, около часа, узнает, где я сплю, а дальше, вот, как же можно так, я спал, я лег позже, не слышу, а головой прямо около окна, палочку взять, не стекло стучать, а вот в раму, в нижнюю, чтобы видно, постучи, я стук сразу слышу, а это что там, звонок, какой звонок, от меня на таком-то расстоянии, нету, и это все, сейчас быть замерз, для меня еще переживание-то, понимаешь как, ну, я знаю, он такой нежный, боится, ну, все равно, ты пришел, надо зайти, и стучать не в дверь, как вот у нас, стучать дверь обито, ну, вот я в материю, ну, какой звук-то, ну, ты ударь такой, вот, сразу будет слышно, там палочка лежит, а колокно, в окошко, я бы сразу соскочил, звонок, звонит, а уже шестой раз он звонит, я посмотрел, шестой раз, кто звонит, я, а где вы сейчас, я думаю, там уже там, листопил, распоречники, что-то надо, где у дверей, каких дверей, да здесь дома, я скорее, не знаю, еще на себя надевшую, выскочить-то, вот такая история, считаю, что мы ничего не проиграли, расход какой был, это, Володя, там, забей, горючий тебе, надо, ну, вы сами договоритесь, у вас настроение, гляжу, хорошее, веселое, и мы поняли, видим схожую, очень сильно с тем, что в Деянии Апостолов, 16 глава, положил препятствия, не старая бряция, не молитвы, ищи, это сам Дух Святой, высшая инстанция, Господь знает, что бесполезно им говорить, мы там не нужны, а тем более, это огорчение, и не дай Бог, они расстроят это, вот, обвинение будет вот от адрес, и Господь видит, он сразу показал, нам только надо это принять, и быть благодарными Богу, другого с нас не требуется, поняли? Я говорю, спасся, спас от того, что могло бы быть. Да, от того, что, а что было там, то есть, я говорю, то есть, что угодно. Отлупили бы. Я однажды о них был, не буду говорить, где и как, вот так, она вышла замуж, она в 10 классе, кажется, была, но до этого с кем-то дружила, а посватались в другой деревне, они отдали, а где-то когда подошли, а невесты-то и нету, говорю, там еще раз осватали, уже увезли. Они еще сидели и думали, а я на квартире у них живу. Решили поехать, сказать, ну, маленько проводите на жизнь. И когда тронули с места, невесту свою, дочь там взяли, а жениха только отъехали, снег бросили, мужики, и поехали домой, мы невесту отобрали, а он как, отец, он пришел, рассказал, а где наш сын? А его нету. И я сейчас, свидетель, вот это вот, все неправильно. Представь, как, решили переиграть, а счастлива она за этим теперь, за которого она вышла, а этого отняли, а что было, ничего не было, но уже ночь прошла, на следующий день. Я к тому говорю, что мы не слышим веления Духа Божия. Павел тоже не знал, но внимательно смотрел, и Дух воспрепятствовал. Дух воспрепятствовал. Мы не знаем, как, как, тутовые деревья зашумели, я не знаю, как Серафим Саровский молился, три дня, три ночи, о русских архиереях, священниках, и Бог заговорил, как, но стоит прямая речка, двоеточие и кавычки, сказал Бог, не пощажу и не помилую. И причина, вымыслами человеческими заменили слово мое. Это 118 Псалом, 113 стих. Здесь мы ничего не слышали, я не слышал, я радостно принял его, отдохнешь, я говорю. Так, давай, что хотелось? 118. Вая, ты что хотелось? Я уже передумала. Ну вот, видишь как. У нас такое бывает, кто-то ехал, в дверях уже стоит. Сколько вопросов было? Ну, вопросов было много, а сейчас ни одного нет. А вы мне все уже ответили. Ответили? Как было у святых, говорит, не распечатанное письмо, он брал от тебя письмо, он даже его не брал в руки. И сразу распечатал, что там написано. Я этого не знаю, у меня нет дара. Но, получается, как в университете было, зашла одна душа, и она услышала, что идут занятия здесь, и пришла на занятия. И дверь-то заходит, а зал был полный. И вы посмотрели на меня, я помню, о чем говорили, о втором пришествии. И вдруг на меня посмотрели, и стали говорить совершенно о другом. А стиховики заняты, и одна душа встала, никто ее не... пошла на самый там, на садеже, где лежала, туда, а вы начали отвечать на мои вопросы. У меня было, кажется, семь вопросов, в том порядке, в котором были, вопрос за вопросом, стали отвечать. А никто ничего не знает, слушает. Это то, что только мне говорят. Почему? Бог. Это Бог делает. И здесь мы, поздновато, хотя может быть, но вовремя расслышали веление Божие. Назад. Молитесь, теперь молитесь, чтобы у них было все благополучно, чтобы сердца все Бог умеет расслабить, чтобы батюшка не волновался. Ну, все, разошлись мирно. И чтобы дальше у них, у молодых, была жизнь во славу Божию. И я, повторяю, не знаю, а вот он трудяга. Так что? Еще хочет Раиса, Раиса, говори. Дорогие братья и сестры, у меня положение тяжелое, в каком смысле? Я практически ослепла. И вот я, ну, просто как сказать, ну, я одна не могу поехать, пойти поехать. Сегодня, я благодарна Сереже, он позвонил мне, поедешь, я говорю, конечно, поеду, я заеду за тобой. Заехал, слава Господь. Он скажет, привозить и возить. Ну, сейчас привез меня. У нас же машина есть. Где? Мы сегодня уехали машину, то есть она машина. Не перебивайте. Дело в том, что... Мы все время ждем, пока все разберутся. Я всем все время говорю, что разберите всех. Я развези здесь тоже. Пусть скажет, что ей надо-то? Что надо-то? Ну, мне вот надо, чтобы меня увозили и привозили. В общем, мне ничего не надо. Ничего не надо. Я вот здесь... Ну, так... Увозить отсюда легко, потому что ты здесь. А привозить нуждаешься или нет? Да, а привозить? Надо конкретно знать. Я-то, конечно, нуждаюсь. А кто меня... Ну, решите. Я совсем слепая практически. Я ничего не вижу. Я вот ваши лица не вижу. Все поняли. Шофера подойдут, я попрошу, подойдите и узнаете, где живет, когда заезжать, в какое время. Но заранее позвоните. Готовы ли я, Сережа, мне позвонил Сережа и сказал, я за тобой приеду, поедешь, поеду. Какой разговор? Ну, все понятно. Ну, все поняли уже. Ну, слава Господу. За то, что было, я хочу поблагодарить Господу. И мне 82-й. Помолимся. 82-й год у меня. Отец Небесный, как велика милость Твоя, ради народного Сына Твоего, Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, благослови намещающиеся венчания, по воле Твоей добудет все, как Тебе угодно. А нам положи на сердце за все благодарить Тебя и не искать своего. Ты дивно велик. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все. Слава. Ясно, ясно. Эм, Рюдер, положи к нему. Поняла? Нет, я не могу сказать. Ты сейчас придешь, что ты нам доволен и не хочешь, звоните еще. Я позвоню. Позвоню. Я вижу полицию, что-то ты не согласна. С чем не согласна? Ну ладно.